Радио «Вера» представляет Священно-мученика Иоанна Ансерова Великомученик Георгий жил на рубеже 3-4 веков. Он родился в Бейруте, городе у подножия Ливанских гор. Родители его были богатыми, благочестивыми христианами. Сильный и красивый юноша словно был создан для военной службы. Георгий выделялся своим умом, храбростью и сноровкой. Сохранилось предание о победе Георгия над змеем, жившем близ Бейрута и пожиравшем молодых юношей и девушек. Светлый воин не только убил чудовище, но и обратил в христианство жителей тех мест. Георгий быстро сделал блестящую карьеру. Вошел в военный совет при императоре Диоклетиане и стал его любимцем. Но правитель поставил себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество и искоренить христианство. Георгий решил разделить свою судьбу с единоверцами. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов, явился к императору и обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть воина пыткам. Георгий терпеливо переносил страдания. За мужество и за духовную победу над палачами великомученика Георгия называют еще победоносцем. В этом имени содержится также указание на ту чудодейственную помощь людям, которую оказывает святой по молитвам к нему. Сегодня свои именины празднуют названные и крещенные в честь великомученика Георгия. Святой молится перед Богом о всех, кто носит и почитает его имя. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому Георгию Победоносцу. Моли Бога о нас! Икона Божией Матери Иверская пребывает с IX века на Афоне. Она прославилась многочисленными чудесами, происходившими по молитвам перед образом. А чудотворные святыни знали и на Руси. В 40-х годах XVII века в Москве гостил игумен Афонского Иверского монастыря Архимандрит Пахомий. Архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, будущий всероссийский патриарх, обратился к гостю с просьбой даровать святыню Московскому царству. Архимандрит Пахомий знал, что без воли Царицы Небесной образ не покинет свою обитель. Он обещал сделать для российского государя точный список иконы. В 1648 году драгоценный дар прибыл в Москву. Список полностью идентичен древнему чудотворному образу. Он не отличается от него ни размерами, ни изображением. С 1645 года он хранился в Новодевичьем монастыре. После революции обитель закрыли, а Иверскую икону Богородицы передали в фонды Государственного исторического музея. 6 мая 2012 года образ был возвращен в Новодевичий монастырь. Икона находится в Успенском соборе обители. Празднование второго обретения списка чудотворной иконы внесено в церковный календарь по благословению святейшего патриарха Кирилла. По словам преподобного Силуана Афонского, «Богородица любовью Своею объемлет весь мир, и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует». Празднуя второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери, мы просим Царицу Небесную. «Богородица, спаси нас!» Многие свидетели подвига святого Георгия Победоносца, видя силу веры мученика, сами принимали христианство. Так, во время одной испыток, Георгий громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Император Диоклетиан решил, что мученик уже умер. Он распорядился убрать тело и собрался вознести благодарственную жертву языческим богам. По преданию, в этот момент все вокруг потемнело, грянул гром и раздался глаз. «Не бойся, Георгий, я с тобою». Затем воссиял свет, и у колеса появился ангел Господень в образе юноши. Он исцелил Георгия. Император не верил своим глазам. Диоклетиан думал, что перед ним другой человек или призрак. Два знатных сановника, Анатолий и Протелеон тотчас открыто исповедали себя христианами. Их приговорили к казни. Супруга императора Александра также уверовала во Христа и открыто заявила об этом. Император приговорил жену к смерти. Святая Александра тихо скончалась по пути к месту казни. Иоанн Златоуст, рассуждая о величии мученической чести, пишет «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником». Вспоминая Анатолия и Протелеона, а также других мучеников-христиан, мы просим их «Молите Бога о нас». Преподобная София Хатакуридо родилась в 1883 году на южном побережье Черного моря. Этот регион назывался Понт и входил в состав Османской империи, современной Турции, но населяли его греки-христиане. В 1907 году София вышла замуж за Иордана Хатакуридеса. У супругов родился ребенок, но малыш погиб в результате несчастного случая. В 1914 году началась Первая мировая война. Она стала поводом для турецкого правительства, чтобы расправиться с православными народами, населявшими страну, армянами и греками. Взрослых мужчин расстреливали или угоняли в трудовые лагеря, в которых царила ужасающая смертность. В таком лагере пропал без вести Иордан Хатакуридес. Софии удалось скрыться в горах. Там несколько лет она вела отшельническую жизнь. По преданию, однажды женщине явился Георгий Победоносец. Он предупредил ее о турецком военном отряде. София спустилась в соседнее греческое село и вывела всех жителей. В 1919 году правительство разрешило уцелевшим понтийцам перебраться в Грецию. София ушла в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Клесуре, горном селе в Северной Греции. Подвижница прославилась непрестанной молитвой и заботой о ближних. Несмотря на все испытания, София всегда была радостной, благодарной Богу за все. И обычной ее присказкой было «Сердце мое радуется». Святые церкви – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Частое обращение к ним – это естественная потребность всякого христианина. Мы вспоминаем преподобную Софию и просим ее «Моли Бога о нас». Священный мученик Иоанн Ансеров родился в 1873 году в Рязанской губернии. Он получил духовное образование и стал священником. Большую часть жизни протеерей Иоанн прослужил в Преображенском соборе города Спаска. К собору была приписана небольшая деревянная Успенская церковь, находившаяся между городским кладбищем и лесом. При ней жили около десятка монахинь, присматривавших за храмом. В конце 20-х годов власти приступили к закрытию всех храмов в городе. Председатель городского совета предложил верующим передать Успенскую церковь под хранилище зерна. Отец Иоанн посоветовал общине направить своих представителей в Москву, чтобы отстоять храм. Официального ответа от властей в тот раз не последовало, но церковь не закрыли. Однако в 31-м году Успенская церковь сгорела. Власти арестовали протеерея Иоанна Ансерова, старосту храма и 12 монахинь. Их обвинили в антисоветской деятельности и поджоге храма. Хотя по городу упорно ходила версия, что пожар был на руку сторонникам закрытия церкви. Священника приговорили к пяти годам ссылки в Казахстан. По возвращении отец Иоанн продолжил служить в Преображенском соборе. Но тут было принято решение закрыть и его. Здание изымали под кинотеатр, а колокольню под водокачку. Верующие пытались опротестовать это решение, но жалобы во все инстанции остались без ответа. В 1938 году по доносу был арестован протеерей ансеров. Ему приписали участие в контрреволюционной церковно-повстанческой группировке. Священнику дали 8 лет лагерей. Он скончался в 1940 году и был погребен в безвестной могиле. Жизнь священника в 20-30-е годы прошлого века это, как правило, череда арестов, тюремных сроков, ссылок, лагерей. Кто-то не выдерживал этого пути, оставлял церковь и служение Богу. Но благодаря свидетельствам о подвиге мучеников церкви русской мы знаем, что были и другие. Главное сокровище и наследие, переданное нам новомучениками, их любовь ко Христу, ради которой они положили свою душу. Сегодня мы вспоминаем священно-мученика Иоанна Ансерова и просим его моли Бога и наследие.